Привет, друзья, с вами я, Триан. Сегодня будет видео про Stepan. Начнем с того, что под последним видео было много комментариев. И таких, как вы не смогли нормально объяснить, что к чему. Заканчивая тем, что почему я думаю, что Stepan не был самым большим продавцом кроссовок сети Sol. И так коротко. Если компания выходит из двух больших рынков, Китай и Индия, обосновывая это тем, что там регуляторы хотят, чтобы те, кто ходил или те, кто создавали красотки, они платили налоги. Ну, извини, в приложении поставь птичку, делай информ юзеров, что мы ваши данные касательно прибыли будем отправлять налогослужбу этому сервизу. А вы там, если вы хотите продолжать зарабатывать, ходить и зарабатывать, ментите зарабатывать, платите налоги, живите спокойно. Если нет, нет. То есть ты не будешь бросать две огромнейшие рынки из-за того, что там людям говорят, что нужно платить налоги. Это абсурдно. После чего они сказали, что вот из-за того, что мы выходим из этих огромных рынков, у нас огромный дисбаланс. Много людей делали минт там, на своих минт-фермах, залили очень большое количество кроссовок. Для этих кроссовок нету таких большого количества покупателей. Это пустой разговор. И эти слова от команды Степан, вот этот дисбаланс кроссовок, ну, для меня это снова пустышка. Потому что если ты говоришь, что у тебя есть дисбаланс, у тебя есть инвейт-код. Десять потраченных энергий дает один инвейт-код. Не надо его удалять. Просто нужно понижать, скажем, две энергии. Человек потратил две энергии и может дать код своему другу. Будут новые юзеры. Здесь можно немного улучшить дисбаланс. Но вы этого не делаете. Плюс можно было делать рекламные кампании. У вас же кроссовки стали дешевле, у вас есть дисбаланс. Нужны новые пользователи. Реклама тоже поможет. Можно собрать самых активных пользователей, уже существующих на этот момент Степан. Самых активных. И создать новую группу амбассадоров. Кстати, мне тоже предлагали стать амбассадором. И плюс кроссовки дать. Я отказался. Я пока что не делал ни одной рекламы на этом канале. Просто это зафиксируем. В будущем не знаю, делаю или нет. Но до этого, плюс это видео, никакой рекламы. Итак, можно было собрать активных пользователей. Самые активные пользователи Степана. Вот такая группа была бы. И объяснили им, в чем проблема. И эти люди объяснили бы их о каждой в своем социальном сети. Что вот такая, реально такая проблема. Проект хороший. Все работало до сих пор, пока не случился этот дисбаланс. Степан это сделал? Нет. Я привел три примера. Минимализировать получение имейт-кода. Делать рекламные кампании. Сознать новый список активных пользователей. Активный пользователь самый лучший. Потому что он за тебя горой. Так говорят. Ни одну не сделали. Значит, есть что-то другое. Если ты смотришь со стороны пользователя, ты не углубляешься в эти пункты. Ты просто думаешь, я потратил тысячу долларов. Посчитал, что за два месяца выйдет. Ладно, за шесть. Ладно, там, черт с ним. За один год. О, два, три. Все. Это бросаем, это выходим отсюда. Это скам. Потому что как человек, который делает разные вещи, начиная с YouTube-канала, заканчивая физических бизнесов. Я знаю одно. У тебя есть траты. У тебя есть постоянно не только траты, но и очень с воздуха падают проблемы на тебя. У тебя YouTube-канал, все хорошо. Ты зарабатываешь вдруг. Санкции. Все. Монетизация отключена. Война. Все. Из Украины рекламодателей нет. Не важно, какой у тебя бизнес. Проблем не избежать. И самое важное, и все это нужно держать под контролем. Это время. Это время, потраченное на этот бизнес, которое можно было потратить на другой бизнес. Тут у тебя, если проект работает, ты ничего не делаешь. Я, например, хожу к моему другу и обратно. Вот когда я хожу, я думаю. Или слушаю музыку. И за это время из воздуха, из ниоткуда появляются средства. Единственное, для того, чтобы эти средства появились, я потратил некое количество средств. Для меня степан, сколько в месяц, приблизительно сейчас 500 долларов прибыль. Это пассивный доход. И, кстати, пассивный доход, всегда нужно понимать, не малое количество средств. Нет. Пассивный – это когда ты пассивно тратишь время, и пассивно тратишь свой ум на это. Вот что пассивный доход. Отошел от темы, вернемся к тому, что степан ничего не сделал, чтобы этот дисбаланс убрать. Я в себе думаю, почему степан этого не делает. По моему опыту, я могу сказать так, часто, когда пользователи думают, вот это из-за этого, 99% нет. В компании вообще царит абсолютно другая ситуация. И они решают абсолютно другой вопрос. Просто пользователи не видят то, что происходит в компании. и что нужно компании для будущего, для стабильного, для перспективного будущего. И я, подумав над этим вопросом, пришел к мнению, что степан решает вопрос количества кроссовок в рынке способом беря самую большую часть этих кроссовок в свои руки. Что нужно для этого? Где у тебя создают самое большое количество кроссовок? Индия, Китай. Закрываем страны. Самое большое количество кроссовок будут проданы за копейки. Кроссовки падают, мы покупаем по самым низким ценам. Пользователям немного будет им трудно некоторое время. Цены будут падать. Мне, как компании, нужно это. Если у нас получится, мы станем самым большим холдером кроссовок в рынке. Что даст нам в нужное время возможность вынуть с рынка, повысить дефицит и влиять на цену кроссовки. И обратно. Если цена кроссовок слишком велика, мы можем влиться в рынок, понизить цену. Плюс, поскольку у нас самое большое количество кроссовок, мы продолжим быть самыми большими минтерами. Но это не то, что я сделал минт, сразу же поставил рынок. Нет, мы будем делать минт, но у нас будет собираться. Что обеспечит и стабильность, и перспективу контроля рыночной цены кроссовки. Кроме этого, что есть? Степан контролирует количество пользователей с инвейт-кодом. Что это значит? Другими словами. Завтра сколько GST максимум может быть сгенерировано? Вот что дают тебе. И ты это контролируешь. Количество созданий GST, количество юзеров, количество кроссовок в рынке. Имея все это, ты контролируешь основные фундаментальные свои для своего проекта, для его перспективы. Без этого никак. Если ты не контролируешь количество продуктов в рынке, ты не можешь влиять на его цену. Давайте будем честны. Если до этого только центробанки печатали деньги для своих целей, сначала дать повод, чтобы хорошие бизнесы подстали, потом резко создавать ситуации циклично, чтобы они обанкротились и покупали им за гроши, их за гроши. Единственная цель центробанков с момента создания ничего больше. И сейчас происходит, по сути, эндгейм, конечная игра. Кроме центробанков, у тебя есть компания, которая, когда ты ходишь, дословно, когда ты делаешь что-то хорошее для своего тела, здоровья, ты за это получаешь деньги. Я не знаю центробанка, который печатал бы деньги за то, чтобы ты стал здоровым. То есть дело абсолютно не в том, сколько ты получаешь. Во-первых, дело в том, чтобы Степпенс могла создать систему, которая даже при минимальном выплате она работала. Даже, повторюсь, при минимальном. Для меня очень ценен то, что, возможно, может произойти с помощью Степпа. Иметь несколько компаний, которые за здоровье платили, за то, чтобы читать книги, платили. Я с двумя руками за таких компаний, чтобы у них это получалось. Пусть на долгосрок, пусть с очень большими проблемами. Но если получится, будет супер. Тут много людей мне говорили, почему, Степпен, почему вы думаете, изначально не они продавали красотки? Потому что, если это так, значит, ты сотрудничаешь с этими большими минфермами. Они, как бы, мой друг знает человека, который может открыть минферму в Китае. Окей, он получит процент, и все получат проценты, и в конце мы будем продавать. Тогда вопрос, зачем вообще разрушить вот эту экосистему? Что там кинули? Если кинули, значит, возвращаемся в первую варианту. Закрываем их страны, пусть они раскошелятся, и за копейки будем покупать. Потому что они нас обманули. Если же это не мой человек, который знает человека, и это и вправду так, они независимо создавали огромное количество кроссовок, значит, тоже возвращаемся к первому варианту. Давайте их просто уберем с рынка. Они вредны нам. Потому что если Степпен создавали кроссовки в Китае и в Индии, и все шло хорошо, тогда Степпен могли контролировать количество кроссовок изначально. И не было бы дисбаланса кроссовок. Понимаете, в чем суть? То есть не имело смысла рушить всю систему на первых днях лета. Разрушить систему для чего? Если бы Степпен создавал кроссовки, они просто вынули бы из рынка, значит, не они. А если не они, значит, они будут делать так, чтобы все большие люди, которые контролируют рынок, все, потрясти их, взять их продукт за копейки в свои руки, дали контролировать рынок. Были люди, которые говорили, что мы спросили Степпен, это так или нет. Они сказали нет. То есть спрашивайте Степпен, вы правда нас кинули на вот таких условиях, чтобы контролировать рынок. Что ты хочешь сказать? Да, я... Извините. Что скажет Степпен? Конечно, скажут, что нет, это абсурд. Чтобы вы не говорили, что вот тебе легко говорить, я скажу так. Где-то я 15 тысяч долларов поставил на кроссовки в начале. И для себя, и для друзей. Но потом цена упала. Но когда цена падает, и ты в рынке уже сколько? 5-6 лет. Для тебя это не что-то вот, оу, цена упала. Ты к этому относишься нормально. Что я сделал? Несколько дней назад я купил еще кроссовок. 15 кроссовок. Да, еще купил. По 1,10, 1,20 сол. Компания, которая знает, что двумя-тремя словами «бегай, зарабатывай», «ходи, зарабатывай», «купи кроссовки», «бегай, зарабатывай». Сколько там? Четыре слов. То есть если у тебя такая компания, минимум, на что ориентировочно ставить Степпен, я говорю про самую незначительную цифру, это 10 миллионов. Про другой минимум – это 100 миллионов пользователей. И если честно, любой себя будет спрашивать, мы хотим, чтобы такое было. Если на этот вопрос честно мы ответим, хотим мы быть активными, здоровыми и за это получать, хотим мы маленькие суммы, ответ точно будет «да». Я двумя руками за таких компаний, которые по сравнению с Центробанком будут печатать из-за того, что человек стал умнее, стал здоровее. Механика, как сделать это возможным, стабильным, даже на минимуме, над этим пусть работают, пусть месяцами работают. Но я думаю, что эти цены, они не сцепляют новый юзер. То есть тут должна быть как минимум в несколько раз выше цена Just. И для этого что нужно? Нужно контролировать количество кроссовок в сети, все, ничего больше. Плюс, что получается в итоге? Если ты покупаешь кроссовки за гроши и становишься контроллером рынка, ты можешь с помощью всех этих ранее, я уже несколько раз сказал, пунктов, которые суммарно дают полный контроль рынка, с помощью игры на этих пунктах, количество пользователей, количество кроссовок, количество действий, ты можешь на это сделать так, чтобы цена поднималась. И купил за один соль, соль стоит 40 долларов, скажем. Если цена будет 5 соль, это уже 5х для компании. Если вернемся к изначальным цифрам, там уже может быть и 30 соль, 50 соль, 60 соль. Ну, мои ботинки, которые я покупал. Соль сколько был? 8,0 долларов. То есть даже если будет 10 соль, давайте так, чтобы легко было считать. Получится 10х на кроссовке плюс соль, если 40 вырастет до 8,0, это еще 2 на 10, 20х на одном кроссовке. Это выгодно для компаний? Да. Стоит для этого закрыть эти страны? Хотя бы на время. Потому что после того, как мы станем в лидирующей позиции и сделаем так, что далее эта позиция не может быть потеряна, если мы этот вопрос решим, далее мы можем открыть эти страны. Почему нет? Вот так я все это понимаю. Я не люблю иметь незаконченные дела. Неважно, это инвестиции или свои проекты. Я вначале хотел иметь вот тот пакет, который сейчас имею. Но тогда не мог себе позволить это. Сейчас, когда цена вот так упала, я закончил пакет кроссовок, который хотел иметь там. И второе, я скоро закончил пакет GMT, который хочу иметь. Получится все. Я закончил свою модель инвестиций со Степан. Если проект работает, оно приносит деньги, окупает себя со временем. После чего, ничего не делая, оно каждый месяц будет давать мне прибыль. В размере, если эти цены, то 500 долларов. Ну, повторюсь, я думаю, в несколько раз выше это будет. Потому что это нужно, чтобы взять новые юзеры на 10 и 100 миллионов пользователей. Если для вас он хороший, в таком случае стоит задумываться. Может, дает он мне хорошие дискаунты возможностей. Потому что говорить скам может любой. Этот проект скам. До сих пор мне говорят XRP скам. Ну, хоть умри. Всех не объяснишь, что из-за чего. Да, и кстати, сегодня была новость касательно GMT earning. Реакции очень бурные. Я прочитал артикл на сайте Medium. Статью. Мне понравилось. Все, спасибо большое. Увидимся.